С разницей в пару часов произошло сразу несколько ограблений продуктовых магазинов. По словам работников супермаркетов, подозреваемые в краже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Вы сегодня уже в обед воровали коньяк. Зачем обратно вернулись? Я не брал. Не брали? По видеокамерам же есть запись. Вы утверждаете, что вы не брали? Да. Сейчас брали коньяк? Да, я брал сейчас. Взял коньяк. Хотел до кассы дойти. Вы считаете, что вас до кассы поймали? Из двух разных магазинов. Однако все попытки оказались неудачными. В момент последней кражи и произошло задержание. Беседуя с сотрудником охранного агентства, мужчина начал вести себя неадекватно. Не надо никуда бегать, что и нормально. Тут видеокамеры пишут? Не переживай, я тебе пишу. А, тут нет, да? А ты пишешь? Тут нет видеокамеры, да. Да, мы применяем тебе спецсредства, наручники. Тут нет камеры, да? Здесь в данный момент нет камеры. Пожалуйста, уважаемый, не выражайтесь. С места происшествия его доставили в отделение полиции. А этого молодого человека задержали уже в другом продуктовом магазине спустя два часа. Как рассказали очевидцы, он пытался украсть несколько упаковок с красной рыбой. Однако продавец это заметил и нажал тревожную кнопку. Я взял рыбу в магазине, пошел, хотел ее купить, потом передумал, выложил, обратно не стал возвращаться, выложил ее просто где-то, по-моему, там лимонад какой-то стоял, выложил, вышел на касту, купил себе сигареты, выхожу, она меня задерживает. Потому что это бы я украл у нее, хотя я вещи даже вообще, ну, ничего не вынес. Прошел холодильной горки и достал продукцию, то есть в размере шести упаковок засунул себе под рубашку на сумму 998 рублей. Далее он направился на кассу, пробил сигареты, прошел с этой продукцией через кассу, уже на входе увидел меня, засомневался и прошел выкладывать. То есть выложил товар, пошел к выходу, но выйти не успел, так как уже приехал ГБР. В результате оба подозреваемых оказались в полицейском участке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает мужчину, который делал непристойные предложения детям. Все произошло в набережных челнах. Одна из камер видеонаблюдения, установленная в районе Ледового дворца, зафиксировала, как мужчина в темной одежде прогуливается в окрестностях спортивного комплекса. Увидев трех школьниц, он подходит к ним и предлагает прикоснуться к частям своего тела за материальное вознаграждение. По нашей информации, матери девочек уже обратились в полицию. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого. Сегодня суд вынес приговор лжею террористу, по вине которого был эвакуирован железнодорожный вокзал. Процесс над мужчиной состоялся в набережных челнах. Преступление произошло 5 апреля этого года. В тот вечер к вокзалу были стянуты все оперативные службы города, поскольку поступил анонимный звонок о закладке взрывного устройства. В три часа дня в дежурную часть полиции позвонил мужчина и сообщил, что в здании вокзала заложена бомба и скоро произойдет взрыв. Спецслужбы не только эвакуировали людей, но и отогнали на безопасное расстояние железнодорожные составы. Предполагаемый телефонный террорист был задержан спустя несколько часов. Им оказался 33-летний Николай Сидоров, причем с непогашенной судимостью. И это был рецидив. Будучи в алкогольном опьянении, таким образом мужчина решил развлечься. Шутку оценили. Вызванные по тревоге оперативные службы выставили счет в 17 тысяч рублей. Отвлекая их силы и средства на проверку ложного сообщения, причиняя материальный ущерб. Гособвинение просило для Николая Сидорова три года лишения свободы. Суд учел, что на издевение мужчины двое малолетних детей и смягчил наказание. Итог – полтора года колонии строгого режима. У вас детишки маленькие, для сколько им лет? Одному года нету, второму третий. Суд вынес приговор 36-летней доярке, которая оставила на морозе свою новорожденную дочь. Процесс состоялся в Оксубаевском районе республики. Преступление произошло в феврале этого года. На одном из заседаний женщина рассказала, что забеременела не от мужа. Радив спустя 9 месяцев здорового ребенка, она оставила младенца умирать в неотапливаемом помещении. Через пять дней женщина выбросила тело новорожденной девочки на ближайшую мусорку. Свою вину обвиняемая полностью признала. Ее осудили на два года лишения свободы условно. Невнимательность автомобилиста привела к аварии на улице Карагандинской. Там столкнулись две «Лады» 12 и 13 моделей. От удара последнюю выбросила с дороги, где машина врезалась в столб. Там и движок, и все, короче, маска, и все. Движок, он ниже, ниже, как ушел. Подушку согнул, движок вот так, ниже, шел. Оценивая повреждения, которые получила «Лада» 13 модели, ее владелец даже не может представить, в какую сумму обойдется ремонт машины. Помимо разбитого моторного отсека, от мощного удара у легковушки согнулась даже крыша. Молодой человек, говорит, не думал, что после встречи со столбом будут столь серьезные последствия. Ведь скорость он не превышал. Ехал даже медленнее положенного. 45, наверное, где-то. Даже трамвай даже не успел. Просто в руки сопел сюда-сюда и все. «Лада» 13 модели. Ехала по улице Карагандинской. На пересечении с ударной нет даже знаков приоритета. Хотя на небольшом перекрестке можно обойтись и без них. Ведь второй участник на 12-й «Ладе» выезжал с грунтовой дороги. Соответственно, должен был всех пропустить. Но виновник не стал даже снижать скорость. Говорит, весь обзор ему закрывали молодые деревья и кусты. Я вижу то, что на фарах. Ну, по фарам, то, что она выезжает. В итоге, значит, ну, думаю, уступит, уступит. Я выезжаю. И он, получается, начинает выезжать. И в колесо мне заднее вырезается. И все, у меня что-то повело, повело. И в итоге стол прилетело. Молодой человек купил свою 10-летнюю «Ладу» 13 модели всего несколько месяцев назад за 60 тысяч рублей. Автомобиль ему нужен был специально для работы курьером. Так как машина сейчас не на ходу и неизвестно, сколько времени займет ремонт, есть вероятность, что парня теперь еще и уволят. Казанцы сообщают, что берега озера Кабан до сих пор усыпаны дохлой рыбой. И, напомним, массовый мор пресноводных произошел около недели назад. Причем среди них большое количество карасей. Это один из самых неприхотливых видов. Обитатели водоемов слывали в самых разных местах центра города. Хотя дохлая рыба гниет и портит общее впечатление о Казани у многочисленных туристов, берега Кабана до сих пор не очищены. Сотрудники Минэкологии уже взяли пробу воды, чтобы проверить ее на содержание химических веществ и токсичность. Но результаты экспертизы пока не готовы. Лада разбилась, а трактор с буровой установкой. Авария произошла накануне на трассе в Лаишевском районе. В результате столкновения вся передняя часть легковушки оказалась полностью разбита. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС и кареты скорой помощи. Несмотря на серьезный удар, пассажиры Лады отделались небольшими ушибами и порезами. Водители в ДТП не пострадали. Авария с участием трех машин произошла сегодня утром на улице Большая Крыловка. По словам участников столкновения, девушка за рулем Киа Пиканта выезжала со второстепенной дороги. В момент перестроения на главную дорогу и произошел удар. Во время обсуждения деталей аварии между автомобилистами произошло небольшое разногласие. Если водитель Лады 15 модели говорил, что девушка не уступила ему дорогу, то владелица Киа утверждала обратное. По ее мнению, правила дорожного движения она не нарушала. Мне должны были уступить, но я так и думаю, что уступят Киа Пиканта. Получается, со второстепенной она выезжала, но она выезжала, походу, чтобы туда, чтобы налево идти, налево крайне. Поэтому она прямо, прямо уезжала. Исходя из рассказа очевидцев, Киа Пиканта ехала по второстепенной дороге. В какой-то момент владелица корейской иномарки решила повернуть на улицу Большая Крыловка. В этот момент основной поток машин уже остановился на светофоре. А Лады 15 модели только приближалась к перекрестку. В результате столкновения отечественную легковушку отбросило в сторону. Получается, я уже не успел ничего, затормозил. Считаю, там тормозной путь есть. Меня врезало. Ну, я врезался у нее. Меня на два колеса подняло, и я Ладу 10 врезался. В какой скорости двигались? 80 км в час. В основном машины получили кузовные повреждения. Однако истинная картина ущерба станет понятна только после детального осмотра. Если участникам столкновения не удалось договориться на месте происшествия, то в следующий раз автомобилисты встретятся на разборе в отделе ГИБДД. Байкер пострадал в аварии, которая произошла сегодня ночью на Кировской дамбе. Там мотоцикл столкнулся с автомобилем Шевроле Лачити. Оба водителя ехали друг за другом в сторону улицы Несмелого. Но в какой-то момент во время перестроения из одного ряда в другой владелец двухколесного транспорта врезался в заднюю часть легковушки. На голове байкера был шлем, который уберег его от серьезных травм. Медики осмотрели парня на месте, но решили, что в госпитализации он не нуждается. Водитель Шевроле рассказал, что сначала байкер признавал свою вину и соглашался, что ДТП случилось из-за несоблюдения им дистанции. Но когда на место приехали инспекторы ГАИ, передумал брать на себя ответственность и стал утверждать, что этот автомобилист резко перестроился на его полосу. Споры участников аварии в ближайшем времени продолжатся в суде.